Когда пришел к власти Ющенко, было очень много хороших начинаний. Они, правда, ничем не закончились, но начинать начинали. Значит, начинал Ющенко с регуляторной реформой, потому что между этими всеми финансовыми возможностями и реальными предпринимателями лежит очень большой толстый слой шоколада, как местное самооборудование, или как ВВТС иначе называют самооборудование. Значит, и вот область провела регуляторную реформу, то есть это анализ регуляторных актов на соответствии с законодательством и реальностью. А город не провел до сих пор. И вот я считаю, что самое лучшее было бы со стороны городской власти сделать из Одессы Силиконовую долину в Украине, это провести такую регуляторную реформу. Потому что местная законодательство, местная анаглотека, база, она убивает сегодняшнее предпринимательство в Одессе, начиная от любых разрешений. Я перепрошу, у нас не дуже багато часов, ваше запитание. А сейчас я задал вопрос, намерен ли одесское самоуправление провести регуляторную реформу в Одессе? Спасибо большое за внимание. Сегодня, знаете как, айтишники что говорят? Что лишь бы нас, наоборот, не регулировали. Вот так вот почему-то я с ними встречаюсь, они так говорят. И даже несколько раз участвовал в телепередачах на тему того, что айтишники обращаются с просьбой того, чтобы вообще их не трогать. Забудьте о нас, мы сами будем развиваться. Ну, это было два года назад. На сегодняшний день картина как бы немного изменилась. И сегодня айти-кластер, который действует в Одессе, сам выходит с множеством инициатив. И на сегодняшний день, как я сказал, свыше 300 айти-компаний, это рост, ну, более чем в два раза за год, действует на территории города. Размер заработной платы, наверное, самый высокий, наверное, уже даже больше, чем, скажем так, у моряка. Да, у айтишника зарплата сегодня больше, чем у моряка. Существует целый ряд учебных заведений, которые готовят в кратчайшие сроки айти-специалистов. Создаются всевозможные программы, каворкинг-центры, хабы и так далее. То есть это все способствует тому, чтобы этот рынок развивался самыми быстрыми шагами. И та рентабельность, которая может быть в IT-компании, как я вам рассказал на примере компании Luxury, невозможна ни в одной другой сфере на сегодняшний день. По моим процентам, может быть, я ошибаюсь. Поэтому спасибо вам за советы. Я думаю, что все, что можно будет сделать в сфере реформ в этом направлении, мы будем делать. Спасибо.